Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, что какие-то необыкновенные приёмы, как вы мотивируете детей к чтению программного материала, если этой мотивации нет, у вас есть. Есть они и у меня, и у моей команды, большого проекта продвижения и развития чтения. И поэтому я хочу ими поделиться с вами. Ну и, возможно, по ходу мы ещё и обсудим, что есть у вас. Итак, чуть-чуть ещё раз о себе два слова скажу. Зовут меня Елена Гращенкова. В чате вы можете обращаться ко мне просто Елена. Я руковожу национальным проектом «Книга года выбирают дети». Это образовательный проект продвижения и развития детского чтения. Не просто чтения, а осознанного чтения. Мы учим детей... У нас своя технология, своя концепция. Я думаю, что вы неплохо ориентируетесь вообще в существующих мировых концепциях чтения, подходах к чтению. И замечательно ориентируетесь в отечественных наших российских СНГ-шных методиках развития чтения. И слышали и о вдумчивом чтении. Я думаю, что многие работают в этой технологии. О чтении в разных его методических приёмах. Так вот, у нас за 8 лет работы этого проекта, который пока на ваших экранах, его логотип, мы тоже наработали свою концепцию. То есть у нас есть своя модель подхода к чтению. И надо сказать ещё, что мы очень уважаем школьный курс литературы, школьную программу по литературе. И своим проектом вносим лепту в развитие детей, в развитие гуманитарных детей. И мы добавляем к школьной программе большой массив современной литературы 21 века. Можно сказать, что через нас, через организованную деятельность, современная книжка приходит в школы, детские сады, библиотеки, развивающие центры. Но об этом чуть-чуть я, по ходу, тоже буду говорить. Руководит этим проектом правообладатель фонд «Настоящее детство». Эта организация проводит разные социокультурные, образовательные проекты для школ, детских садов, библиотек, семей. Вот, познакомились с вами, да? Хорошо, замечательно. Ну и сразу к делу. Лето на дворе, школьники отпущены на каникулы и получили они все традиционные списки чтения на лето. А так как у нас в этом году ситуация просто волшебная, и все ученики плавно перешли состояние учебного в карантин, но и в лето, то с программой по литературе и по чтению, да, начальная школа годовой, я знаю от практиков, многие не справились, не завершили ее, и поэтому частично и программные произведения были тоже вписаны в этот список для летнего чтения. Но в любом случае, какой бы он ни был, узкий список чтения на лето, только список чтения на лето, или расширенный, да, учебным материалом, суть остается прежней. Есть набор книг, с которыми ученик должен справиться за лето. Это касается и учеников начальной школы, и средней, и старшеклассников, конечно. И чем у нас человек повзрослее, наш ребенок, тем и список книг его длиннее. Это вы тоже прекрасно знаете. Когда я готовилась к встрече с вами, я посмотрела, проанализировала списки рекомендательного чтения нескольких базовых программ. Перед вами и сегодня суть нашего разговора будет базироваться на стандарте, который заложен в программу «Школа России». Она наиболее частотная все-таки в нашем образовании, поэтому покажу на этом примере. И там есть в каждом классе прописаны рекомендованные списки литературы. Я с ними познакомилась, и два из них мы с вами сегодня проанализируем. На двух примерах я покажу те принципы, как можно привлечь ребенка к чтению и к чтению с удовольствием этого самого программного материала. Вот. Итак, что мы видим еще на этом замечательном слайде, который с солнышком, имеет запах атмосферы уже лето, но и объем чтения, который тоже прописан, показан здесь на картинке. Итак, сейчас на дворе 2020 год и век 21. Нашим девчонкам и мальчишкам задано читать на лето, как было в 20 веке и в 19 веке. Что же задано и сколько задано читать на лето? Мы перешли к следующему слайду, на котором я привела примеры список рекомендательного чтения для второго класса и третьего класса. Да, я слышу музыку фоновую, это в соседней комнате, я не смогу сейчас отключить. Давайте мне обращать внимание, а лучше более сконцентрируемся на вот этих списках литературы. Я думаю, что для вас различимы буквы, да, вы видите там название произведений, а многие знают их и наизусть. Вот, и у меня вопрос к этому слайду, вопрос о времени. Если мы с вами оценим время, которому принадлежат рекомендуемые произведения для чтения летом, какое это время? Ну, в общем-то, мы с вами сориентировались, и на полях есть ответ ясный, что большинство, да, большая часть списка литературы – это век 19-й. 18-го здесь нету, есть здесь век 19-й, чуть-чуть века 20-го, поэтому он поменьше. Вот, да, вы правы, русские народные сказки, они у нас относятся как бы к безвременью, да, к мифологическому этапу развития литературы, но они были записаны, да, и адаптированы литературно всё-таки в 19-м веке, поэтому это век 19-й. Да, вопрос, где здесь настоящее время, где здесь 21-й век? То есть на дворе у нас 2020-й год, да, это то есть люди, которые родились в самом начале века 21-го нашего настоящего, да, они уже даже школу давно закончили, уже в институте учатся. То есть все дети, которые учатся сейчас в школе, они родились в 21-м веке, причём, да, вот уже во втором десятилетии 20-го века. Мы в списках видим, что нет ни одной книжки 21-го века. Вся рекомендованная литература ориентирует нас в прошлое, ориентирует учеников в прошлое. И для меня, как для современного человека, для современного педагога это вызывает вопросы. Конечно, мы сейчас можем обосновать с вами такую тенденцию тем, что это литература, которая показывает традицию, историко-культурным подходом, который идёт от Лихачёва, Лотмана и другой историко-литературной школы. Да, но прежде всего это традиция. И все вы сталкиваетесь, неважно, библиотекарь вы, педагог вы, либо вы родитель, либо вы руководитель, да, администратор, сталкиваетесь с типичными проблемами. И я сегодня не буду об них говорить, потому что их знают все, да, отношения современных детей к нашей литературе 19-го века, к 20-го века. И не только отношения, а ещё и психическое отражение литературы, то есть психические процессы, которые связаны с чтением литературы прошлого у ребёнка. Здесь есть объективные трудности, которые не связаны с мотивацией напрямую. То есть нет такой закономерности. Мне не хочется читать, и поэтому я не понимаю текста, не понимаю героев, не запоминаю событий. Нет. Здесь как раз будет другая логическая последовательность. Я не понимаю этого языка устаревшего, я не понимаю громоздких синтаксических конструкций, я не узнаю многих слов и оборотов литературной речи, которая есть в этих текстах. Мне непонятны герои, мне непонятно их поведение, мне непонятны исторические реалии, поэтому я не хочу это читать. То есть сначала вот идёт у нас эти наблюдения, эти психические, да, отражения разные, а потом идёт мотивация. Ну, посмотрим, как быть. Итак, я думаю, что мы найдём с вами ответы на вопросы. Я не обещаю, что за время нашего разговора с вами я расскажу вам о хитростях, которые приведут любого ребёнка. Извините, возвращу на слайд, расскажу вам о хитростях, которые приведут любого ребёнка, и он с удовольствием будет читать, например, сейчас что-нибудь вам скажу. А вот Соколов, Микитов, его произведения, или, например, или, например, да даже Крылова «Волк и журавль», да даже квартет, вот сам, да, без, как бы, пояснений, без, там, инсценировок, вот, нет, нет, для меня здесь в этом списке есть литература, которую легче умертвить, удалить из списков, чем оживить, да, чем вылечить, как в том анекдоте. Но всё-таки я покажу, да, какие есть приёмы. Значит так, чтобы мы с вами нашли вместе ответы на вопросы, на вопрос, как сделать так процесс, как зажечь ребёнка так, чтобы он прочёл, освоил программу, для меня это станет ясным, если мы ответим на следующие вопросы. Они есть конкретные, а есть фундаментальные. Итак, если вы, взрослые, мы, взрослые, понимаем, и если дети понимают, и наше понимание сходится, зачем читать обязательно или дополнительно эта программа чтения? Что в этой программе чтения литературного, с точки зрения жанров литературы? Есть ли содержание, есть ли разнообразие? На вопрос о времени мы ответили. Какие книжки доступны моему самостоятельному пониманию, а где требуется помощь? Помощь педагога или помощь родителей достаточно? Какие мне умения потребуются для того, чтобы это читать? Что даст мне эта литература? Какие ценности? Какой может быть формат моего чтения? Это только бумажная книжка, мои глаза и мой мозг, мой интеллект восприятия или есть что-то другое? И вот как раз мы завершим всё это выводом о мотивации. Итак, давайте потихонечку разбираться. На первый вопрос, зачем читать, я предлагаю вам рассмотреть такой слайд. Он провокационный. Все мы не раз говорили, подтвердите, пожалуйста, плюсиками или восклицательными знаками, что книга – это пища для души. Это духовная наша пища. Она даёт нам материал для развития. Так вот, спасибо большое за отклик, да. И я неоднократно это говорила. И когда была учителем русского языка и литературы в школе, и когда преподавала уже в УЗИ, в университете, и когда писала диссертацию, и когда сейчас работаю со всеми возрастами детей, неоднократно это повторяла. Так вот, но у этого призыва есть ещё и одна сторона. Согласитесь, что в 21 меке мы тщательно выбираем, что мы кушаем. Я имею в виду еду обычную, да, процесс питания. И мы уже начинаем читать, что там у нас есть. На упаковке написано продукты. Мы сверяем дату годности. Мы следим за собой, за своим телом, за своим организмом, как это переваривается, какие у меня последствия есть от того, что я это съел, сколько это я съел. Мы взрослые с вами люди, и каждый из нас знает, что нам надо съесть, чтобы быть пободрее, или что нам надо съесть, чтобы быть поспокойнее, или что нам надо скушать, чтобы быть в таком состоянии сытости, довольства и блаженства. Каждый знает, что с нами бывает, если мы не кушаем, если у нас это такое сознательное голодание. Почему мы с вами к пище, которая питает наше тело, относимся так внимательно? Потому что это наше здоровье. Коллеги, а ведь духовная пища, это тоже пища. И то, чем мы питаем наш мозг, и наше сердце, нашу душу, это тоже еда, которая имеет свое качество. И для меня в этом отношении первичным является свое чувствование, что мне полезно, что для меня здорово. как и в области пищевой промышленности, у нас есть рекомендации, да? У нас есть, например, рекомендации экспертов. Мы смотрим директологов, смотрим врачей, смотрим производителей продукции. Были замечательные передачи, когда продукты сравнивалось с качеством. Мы знаем себя, свой организм, знаем, что у нас, какие нам вещества в пище лучше не употреблять. То есть мы пользуемся, да, какими-то авторитетами, будь то живые люди, да, или какие-то знания. Но верим себе. Посмотрите, что происходит с чтением. Вся программа школьной литературы не дадут собрать мне филологи, я изучала этот вопрос. В этом виде, в котором вы сейчас ее видите, практикуете, включая списки школьной, в списке летнего чтения, была создана в 60-е, 70-е годы 20-го века. 60-е, 70-е годы, понимаете? Потом в 90-е годы она немножко преобразилась. Туда добавлена как раз была литература конца 20-го века. Но в принципе вот этот костяк списка для чтения, да, и костяк всей школьной программы по литературе, особенно, что это касается средней школы старших классов, именно списочный состав, он был заложен тогда. И это беда, потому что традиция из нормы, из объяснимой нормы, она перешла в консервативную, как бы, свою ипостась, что ли. Курс программы литературы консервативен. И у нас есть выдающиеся авторитеты, как и в пище, да, пище духовной. У нас есть критики, у нас есть литературоведы, у нас есть методисты, да, и министерские методисты, которые собрали эту программу, собрали в списочном составе, и потом еще и распределили, да, по режимные моменты, да, по четвертям, по возрастам и так далее. И, в общем-то, работа была проделана немалая, немалая, но как-то, если работа была проделана в соответствии с требованиями к современному ребенку, значит, у ребенка не должно быть сейчас трудностей и проблем, а мы с ними сталкиваемся. Возможно, это еда не та, инструмент не тот. Чем сейчас занимается школа, и в том числе, чем мы с вами занимаемся? Мы приспосабливаем ребенка к программе чтения, мы приспосабливаем ребенка к этим самым книгам, к спискам литературы. У нас книга – это орудие, познание себя, это средство, это пища. И получается, что мы детский организм приспосабливаем к этой пище, то есть наоборот. Не пищу выбираем для организма, а организм приспосабливаем к пище. И в этом отношении это несознательные действия, это слепое следование традиции. И я думаю, все вы согласитесь с тем, что слепое требование традиции лишь создает такие костные стереотипы, и там нет развития. И в этом отношении вот наш принцип, да, нашей команды, нашего проекта – это давать детям свежую литературу, свежую пищу для их развития, чтобы они получали в пользование красивые, привлекательные книги, которые обязательно подходят по возрасту для чтения. Да, и среди современных книг есть такие. Сразу же вижу ваши комментарии и сразу оговорюсь, среди современной литературы ох, какие разные книги есть. И даже те, которые занимают премии и прославляются, я бы не все допустила к ребенку. Но есть замечательные книжки. И сразу тоже хочу сказать, что вот мы занимаемся исследованием современной детской литературы уже девятый год, ну, таким тщательным, отбираем книжки современные, передаем их школы для чтения детям. И мы что заметили? Есть современные книжки, написанные замечательными живыми авторами, хорошим языком, литературным, никаким ни разговорным, ни уличным, которые поднимают те же темы и дают ценности, похожие на книжки, которые были у нас в девятнадцатом веке. То есть, собственно, то, что все литераторы, все учителя знают, то, что называется вечные ценности. У нас есть книжки, есть летописи, есть там разделы в летописях, есть в житиях святых, которые мы можем пересказать, эти тексты, какие там ценности были. Такие же тексты есть, книг и в девятнадцатом веке, и в восемнадцатом, и в двадцатом. И есть другие тексты с другими историями, но с теми же ценностями в двадцать первом веке. Иначе говоря, средства развития, как средства передвижения, они разнообразны. И это может быть телега, велосипед, это может быть машина, это может быть скоростной сапсан. Мы в двадцать первом веке, мы с вами на скоростных сапсанах, на сапсане ездим. А почему-то детей мы с вами отправляем всё на уровень велосипеда, телеги и так далее. Знать о том, что были телеги, знать о том, потрогать их, изучить, чтобы были такие, значит, не знаю, двухколёсные повозки даже. Неплохо. Это нужно. Это хорошо. Но постоянно ездить нужно на современных средствах передвижения. Вот такая у меня получилась аллегория. Хорошо. Итак, для нас важен принцип разборчивости. Как же разобраться в том, когда выбора нет? Ой, что-то перелеснулось очень быстро. Прошу прощения, сейчас я возвращусь. Итак, переходим с вами дальше. Ответим на следующие вопросы. Что читать обязательно, что дополнительно? Что у нас по жанрам литературы, по формату книги? Итак, все мы с вами знаем, что программа по литературе у нас, по чтению, она обязательная. Да, есть там у нас книги какие-то на выбор, ты можешь читать одно произведение или другое, по теме или по какому-то автору, то есть выбор есть. Он закрыт, этот выбор, чаще всего все-таки рекомендуется там книги или авторы. Что же у нас со списком летнего чтения? Ну, в общем-то, все книжки надо прочесть обязательно, потому что частично эти книжки есть в программе, то есть мы читаем как бы с детьми заранее, то, что мы будем читать потом, да, в течение года. И есть дополнительные списки, те, которые чаще всего у нас относятся на уроки внеклассного чтения или по ним дается какая-то творческая работа. Послушайте, но если список для летнего чтения называется рекомендательный, причем я проверила, в большинстве программ есть это слово, то значит он не обязательный, рекомендательный, рекомендательный характер. То есть заставлять ребенка, более того, проверять норму прочтения за лето на самом деле мы с вами не имеем прав, если мы говорим, что у ученика есть свои права. А это значит, что и он может выбирать, что из списка ему этого читать, а что не читать. Хорошо. Что у нас по жанрам? Я сейчас немножко перескочу, но будет понятна логика. Список чтения для лета, когда он задумывался вообще-то, это было придумано не только пропедевтика, заранее прочесть то, те тексты, которые будут встречаться в течение года, но еще и создать культурный досуг ребенку, чтобы книга дала ему знания. Посмотрите, пожалуйста, на список наш для чтения. Я позволю себе вернуться, да, на слайды. Посмотрите на жанровую природу этих произведений. Ведь это только проза, стихи, сказки. Это художественная литература, устаревшая художественная литература. Какой объем знаний, ну, например, познавательных она несет? Здесь нет списки ни одной, ни одной, да, такой, ну, скажем, энциклопедии или тех книг, которые относятся к серии знаневые литературы. Это все художественная литература. Правда ли, что чтение ребенка ограничивается в школе только художественной литературой? Я сама училась в советской школе, и я помню, как у нас было популярно внеклассное чтение по предметам, когда мы по физике читали книги, научно-популярные, о жизни ученых, о всяких изобретениях, по географии, о куче географических открытий, не учебниковую литературу. Где она здесь? В школьном курсе ее уже нету. И рекомендаций методических по поводу дополнения предметного цикла в неклассном чтении по предмету их нет. Это есть возможность для детей летом почитать это. В нашем списке литературы для чтения детского этого нет. То есть список летнего чтения, он беден по жанрам. Жанр литературы, вот я сейчас, да, как бы ответила, он очень бедный. А почему он бедный? Современные дети вообще имеют, да, свои особенности, тоже не буду это говорить, потому что многие знают уже эту тему достаточно глубоко. У них по-другому действует и аппарат восприятия. Они выхватывают факты, информацию. Художественная литература этого не дает и имеет право, потому что у нее другая природа, ее природообразность. Но если мы будем кормить наших детей чужеродными продуктами и не давать им ничего полезного, ну, сами знаете, например, в салате ребенок любит помидоры и не любит, ну, не знаю, там, базилик, например, но вы добавили, потому что знаете, что он полезен. У него есть любимые помидоры и он уж ладно съест базилик тоже. Но если вы положите салат ему только из базилика, он не будет его кушать. Это к тому, что жанры литературы бедные, и поэтому ребенок не хочет читать. Про формат книги пока не скажу на следующем слайде. Итак, посмотрите, как построен наш список летнего чтения. Я сейчас быстро, тезисно пройдусь, не буду долго объяснять и аргументировать это. Почему? Какая моя сейчас цель? Я хочу, чтобы мы услышали с вами. И я вижу по тексту, что многие не просто услышали, они живут этой болью. Дети не хотят читать эти книжки. Коллеги, и они имеют на это право, потому что список слабый, бедный по жанрам, непонятно регламентированный, обязательно или не обязательно читать. еще и чуть-чуть ниже скажу, бедный как формат литературы. Поэтому список для летнего чтения они воспринимают только как задание, и что это надо для школы. Конечно, чтение нужно для функциональных умений. Это мы все знаем. Для поддержания и развития навыка чтения это функциональная грамотность, в том числе это читательская деятельность, это умение запоминать, пересказывать тексты, сочинять тексты, и для некоторых психологических умений, например, рефлексии. Для этого во многих школах ведутся дневники, чтения или какие-то игры по чтению. Да, только давайте ответим на вопрос для себя. А где эта деятельность летом? умение будет приходить только в работе, когда есть деятельность. Но ведь все, что я перечислила сейчас и написано во втором пункте, навыки чтения, запоминания, пересказ, сочинения текстов, летом дети это не практикуют. То есть если мы скажем в массиве по большинству максимум, что дети делают, они читают эти тексты что-то там записывают в дневнике. Чаще всего формально. Уж простите меня, но вот как бы я тоже работаю с детьми и с другой стороны, да, не как учитель. И в общем я тоже вижу эту ситуацию. То есть не работает список летнего чтения для функциональных умений. Чтение для знаний. Уже обсудили это. Минимальные знания, потому что не про то детская книга. она прообразность. Чтение для общения с автором, с текстом. Это любимый мой, кстати, аргумент. Для меня процесс чтения это вообще не процесс восприятия, это процесс общения. Только ребенок не может общаться с автором через книжку. Он автора не понимает из-за устаревшего языка, из-за иногда достаточно сложной, не по возрасту концепции или идеи, которые стоят за автором. Вся литература, которую вы видели в списках для 2-3 класса, кроме 20 века, 19 века, она создана не для детей, она написана взрослым человеком для взрослой аудитории. и там заложены ценности и идеи взрослого человека и взгляды его. Поэтому какое может быть общение здесь с автором? Очень условное. Поэтому дети не понимают в том числе героев. А в той литературе, которую мы видели с вами на 2-3 классе, там вообще герои чаще всего животные и они реалистичные. То есть это не пушистая фэнтези, так любимая детьми, это не супергерои, да, это животные, особенно писатели анималистов, и современным детям это скучно. Чтение от удовольствия это приятное времяпрепровождение, гедонистическую цель чтения никто не отменял, она признается везде. Так ли часто, например, я вижу детей, которые получают истинное удовольствие от чтения по летней программе? Вы знаете, очень редко, очень редко. А если духовная пища не приносит удовольствия, а приносит напротив, да, мучения и страдания, где правда? Для меня, как для психолога детского, правда на стороне ребенка и на стороне науки, глазами глазами психолога я вижу, что курс программный чтения в начальной школе и в средней школе расходится с возрастными особенностями детей, с возможностями их возраста к пониманию, осмыслению, восприятию, переработке информации и ценностей. Ну и последнее важное сейчас особенно чтение это время тишины и уединения. То есть среди активности книга нам ведь дает возможность уединиться и читать для себя. И вот это право на уединение пожалуй, да, книга дает полное. Но если наш ребенок не понимает ни слова, ни фразы, я видела, как сейчас девятилетние дети читают Крылова, например. Казалось бы, что там проще может быть? Сами обороты сложны. И они бегают с книжкой постоянно к родителям, к бабушкам. Это хорошо, это общение. Но не остается в одиночестве. Книга превращается в груз, в обузу. Ну то есть вот посмотрите, пожалуйста, по всем нашим пунктам мы практически прошлись и увидели, что летняя программа чтения не выполняет своих своей миссии. То есть она была придумана не только как задание, не только для функциональной умения, не только для знания, не только для общения, а еще и для удовольствия, для тишины и уединения. Мы увидели с вами, что большинство пунктов не выполняет свою миссию. Не потому, что дети плохи, а потому, что пища не та, которая бы выполняла эту задачу. То есть средства не те. Вот. И какие же у нас есть выходы? Давайте пойдем к выходам сразу. Итак, раз у нас есть лето и есть некоторая летняя свобода, прежде всего в графике жизни ребенка, давайте мы эти принципы летней свободы перекинем на все наши вот эти положения, которые я перечислила. А давайте предположим, что летняя свобода будет выражаться в том у ребенка и его свобода детская, что он может выбрать формат хотя бы чтения для себя. А вот посмотрите, с учетом своих именно возрастных и психологических особенностей. Например, и извините, в скобку замечу, уже и вопросы пошли, мы идем с вами вместе, я вижу, что вы пишете о компьютерных играх, да, об аудиокнигах. Смотрите, то есть ребенку трудно читать список книги из списка летнего чтения. И мы увидели, что ему объективно это трудно делать, и мы не можем его за это винить, да, это объективная реальность. Как можно облегчить ему жизнь? Ребенок не может выбрать читать ему полностью список литературы или не читать, но он может выбрать формат книги. Например, он может выбрать текстовый формат, а текстовый формат у нас сейчас два. Это печатные книжки, бумажные книжки наши, да, любые, и это книжки электронные, или они сейчас называются в основном цифровые книги. Разница есть, скажу вам как психолог, но я бы шла здесь от ребенка. Если для ребенка приятнее, вы видите, увлекательнее читать цифровую книгу с экрана планшета или компьютера, надо дать ему эту возможность. Пусть его удовольствие будет в этом, и пусть он Крылова прочтет с экрана, сделает себе нужный шрифт, сделает себе, я не знаю, цвет какой-нибудь фона другой, чтобы было ему приятно. Приятно читать печатную книгу с бумаги тоже хорошо. Далее. Для всей практически классической литературы сейчас существуют аудиокниги как формат той же самой литературы. И я не против аудиокниг, не против озвучки. Она бывает разного качества, бывает высокого актерского уровня с музыкальными эффектами, фонами, многоголосием, да, и так далее. Бывают моно-аудиокниги с одним читающим, достаточно скромная такая озвучка, но они есть. Так вот, если мы вспомним с вами, что у ребенка есть такой взгляд, подход, у каждого человека, точнее даже не у ребенка, есть несколько систем восприятия, мы есть аудиальная ведущая система, визуальная, тактильная и так далее. Так вот, конечно, аудио, те, которые лучше усваивают, лучше понимают мир окружающий в целом, и в том числе знание, информацию через аудио формат, через слух, их немного, их меньше, чем визуалов, но они есть. И, кстати говоря, согласитесь, у детей, особенно в начальной школе, слушание, навык, который сформировался еще как в дошкольном возрасте, он продолжает, они еще умеют слушать, поэтому аудиокниги для них возможны, как вариант. Видеокниги, это очень простецкое название, к видеокнигам я отнесла, чуть-чуть, покажу потом на примерах, весь контент, когда ребенок смотрит на экран, да, и на экране каким-то образом отображается книга. Я сразу скажу, это презентация о книгах, то есть это не экранизированные книги, не мультфильмы, не фильмы, это презентация о книгах, это показ текста и, например, озвучка книжки, то есть сейчас есть разные разновидности видеокниг. И дадим нашему ребенку свободу, то есть выбрать формат книги. Это для него будет игра, если он будет знать, что книжку можно либо почитать, либо посмотреть, либо послушать, это будет игра. И важно для меня, опять же, как и для психолога повторюсь, чтобы были включены разные деятельности. Человек создается в деятельности. Так вот, мы себя создаем через смотрение, слушание, чтение, говорение, да, говорение в данном случае это, например, чтение вслух или пересказ. Туда же относится. Так вот, чем книжка будет, или книжки пройдут разную деятельность, более разнообразную у ребенка, тем лучше. Пусть оно одну, он одну книжку прочтет бумажную, а другую послушает, а третью посмотрит. Еще о приемочке дальше расскажу. Это разнообразие деятельностей, не нужно этого бояться, это напротив полезнее. Если мы говорим о развитии психическом ребенка, то разнообразие видов деятельности полезнее, чем выбор какого-то одного вида деятельности. Итак, про формат книги. Посмотрите, пожалуйста, пиктограммами я это зарисовала. Что сильнее для детей? А вот давайте с вами посмотрим. Печатная книга и цифровая книга одно и то же. Ведущий аппарат у нас визуальный, ну плюс, естественно, понимание и интеллект. Аудиокнига это слуховой, причем уже замечено, что слушание в наушниках и слушание объемного звука, стереозвука от компьютера или от телевизора выдает разные процессы. Большую внимательность создает слушание в наушниках. Поэтому, конечно, если вам нужно восприятие текста, особенно маленького какого-то, стихотворения или поэтической, какого-то произведения крупного жанра, лучше аудио. Мультфильм-фильм, видеокнига, конечно, визуальная. И в современном визуальном мире, где много визуальных стимулов, дети смотрят и другие мультики, и компьютерные игры, которые вы уже здесь прописали. То есть, наш зрительный аппарат перегружается. Поэтому у меня, извините, последний смайлик такой с вытащенным уже языком. И если мы еще и список книги разрешим ему выбирать одни видеокниги, одни мультфильмы и фильмы, это тоже будет плохо. Причем, как вы, я тоже прекрасно понимаю, объем текста, который есть в печатной книге, в аудиокниге, и объем текста, который приносится в мультфильм и фильм, они неравнозначны. В мультфильм и фильм переходит только сюжет, да и то иногда искаженный. Итак, что мне понравилось? Я проанализировала современный формат книги, который относится к озвучке. Мне нравится озвучка, потому как озвучка это не просто восприятие текста и такое как бы пассивное чтение, да, я сам не читаю, но слушаю. Но знаете, это еще и обучение дикции, это и обучение интонированию, это и знакомство с мастером, который озвучивает. Это когда мастер передает свою личность через озвучку. И здесь вы знаете, что я рекомендовала, например, тщательно выбирать для детей какую озвучку слушать. Вот, например, перед вами сейчас форматы для нескольких книжек. Я взяла из списка литературы все примеры. Например, Мороз Иванович у нас тут есть, еще у нас есть тут Некрасов, да, это все варианты аудиокниг. Первая книжка по Некрасову это как раз видеокнига, когда на ютубе у нас есть слайд, вот, да, какой-то, он может быть один, висеть, все чтение, или они могут меняться, но не часто как презентация. Ребенок видит текст и одновременно звучит голос. Вот, с точки зрения психологического содержания, это самый мощный аппарат, который сразу все сигнали нашей системы он активизирует. Вот, также мне нравится, сейчас оцифровали диафильмы, и Марус Иванович в данном случае, это первый слайд диафильма, то есть, собственно, это мультфильм, но кадры, они статичные, то есть, это, да, живые такие картинки, которые передвигаются, и звучит замечательная озвучка. И, наконец, просто чтец, вот сидит дома перед вами, которая с книжки читает. Вот, в данном случае здесь надо очень-очень сильно выбирать. Признаться, я когда готовилась к нашему эфиру, я много-много прослушала частицов. Вы знаете, есть некоторые такие озвучки, от которых просто, ну, становится немножко плохо, и я бы не дала их слушать детям. Либо они слишком эмоциональные, либо они в одной тональности сделаны, эти озвучки. Ну, то есть, явно человек чем-то сейчас там озабочен или страдает, и он приписывает эти эмоции во время чтения тем фрагментам текста, где вообще нет об этом ничего. Вот, поэтому качество сейчас вот этих аудиотекстов очень разное. Надо выбирать. Вот, и я хочу показать на нескольких примерах, они будут быстрые, эти примеры. Что есть? Ну, вот, например, Виктор Астафьев, да, его рассказ о стриженном скрип третьего класса. Дети не любят читать его. Более того, он грустный, а современные дети не любят читать грустное. Подтвердите, пожалуйста, страдательное, грустное. Они бы хотели читать либо веселое, либо интригующее. Я видела в ленте, что вы пишете про фэнтези, про увлекательный, динамичный сюжет. Со стриженком скрип, там два события произошло, и все. Вот, но, однако, есть в программе. Что же мы будем делать с этим стриженком? А мы расскажем ребенку, что стриженка скрипа ты можешь прочесть. И вот, знаете, вот это бы я уже, как учитель, подготовилась бы специально, и перед тем, как выдала бы список для чтения детям в третьем классе, я бы сделала такие пометки. Табличку. Например, эта книжка есть в печатном варианте, в цифровом варианте, аудиокнига, видеокнига, да еще задание какое-нибудь дала. И тогда у ребенка есть разнообразие. И он может, например, выбирать еще условия игры, ввести. Можно выбрать, например, из всего списка в 30 данных именований, например, 20 штук, которые он читает, которые он может читать, и печатные, бумажные, и цифровые, 10 штук, которые он может слушать, аудиокниги, ну, например, еще 10, которые видеокниги. Ну, разные пропорции здесь можно придумать. То есть, превратить это в игру. Итак, я нашла по нашему стрижонку печатную книжку, естественно, цифровую книгу, бесплатную, это возможно, и причем они тоже разные, есть даже с картинками цифрованные. Я нашла аудиозапись, я нашла видеокнигу. Именно последовательность слайдов это презентация, за которой звучит хороший очень голос. Далее, у нас есть для аудио еще и специальные сайты, у нас есть многие книжки на Яндекс.Мьюзик, на Литрессе, подкастах, что касается Эппловской, например, техники. У нас есть замечательное радио, да, книга, на которой, оно взрослое радио, на которой есть детские книжки, у них есть своя программа, то есть, можно посмотреть, включить. и она, так как сейчас все радио еще имеют формат, я вижу, у нас сейчас заканчивается, весь формат любого радио у нас есть еще и в интернете сохраняется, то есть, можно найти, естественно, детское радиопрезентация на YouTube. А теперь про главное. Смотрите, какие мы можем умения добавить ребенку во время прослушивания этой литературы, как аудиокниги. Мотивация. Вот она, мотивация. Итак, у нас есть стриженый книг, скрипт. Ты, ребенок, можешь слушать и отдохнуть одновременно. То есть, ты слушаешь, отдыхая. Чтобы отдохнуть одному, ты можешь послушать. Это приятно. Это можно сделать на улице, дома. Дальше. Послушай стриженка скрипт или послушаем его вместе, например, с семьей включим, пока готовим что-нибудь, а потом пообщаемся об этом стриженке. Или детям вместе включить стриженка. Дальше. Это распространенное. Слушай и порисуй или полепи. Даже лепка в этом отношении лучше, она способствует через моторику, то есть, как бы, лучше усвоение и текстовой информации пройдет. Дальше. Интрига, игра. Сейчас ты послушай этот текст, а через несколько дней дать ребенку книжку прочесть, рассказ этот, и одновременно включить запись, чтобы он следил метод слежения за голосом по тексту. Вы знаете, это облегчает восприятие, особенно в начальной школе, например, чтение сложных слов. Это касается подросткового возраста, кстати, там, где достаточно большие конструкции, и, например, в пятом классе, вы сами знаете, не у всех детей еще автоматизирован навык чтения, и они тормозят на текстах и не могут продвигаться дальше. Включите им параллельную аудиозапись, да? Дальше. Просто стрижи, и ты послушаешь эту сказку, чтобы найти другие факты, острижа в других текстах. После этого мы можем пойти в Википедию, мы можем пойти в энциклопедию, мы можем пойти в разные справочники по животным, в конце концов, мы можем пойти на побережье нашей живой реки или озера, посмотреть, вводятся ли у нас стрижи, и понаблюдать. Хорошо. На другом примере Янсон, да, муми-тролли наши любимые, вот, где уже я увидела разнообразие. Есть, естественно, печатные книги, цифровые книги, есть комиксы, и вообще, как оказалось, очень многие литературы, да, да, я отвечу сейчас на вопросик, вижу, очень многие, многие тексты из литературы переведены в комиксы. Я к комиксам отношусь неоднозначно, но, их надо смотреть, то есть все, но очень многие комиксы сильны, и они близки к интеллект-картам, товарищи, и они структурируют по-другому восприятие, художественность никакая не уходит, то есть филологическая начинка, вот эта вот наша, да, гуманитарная начинка не уходит от этого жанра. Так вот, у нас муми-тролли есть в комиксах прекрасных, замечательных, у нас есть аудиокниг, несколько по муми-тролли, есть сериал, не просто мультфильмы, все переведенные у нас на русский язык из разных стран, но есть еще и сериал целый, у нас есть игры, есть театр, театральные постановки, и это замечательно, то есть мы с вами зачем вообще хотим познакомить детей с этим текстом, не просто чтобы он героев же запомнил, через него же идут эти самые ценности, эти самые интересности, это самая фантазия, и в этом отношении наши компьютерные игры, вот в сердцевине как раз этого слайда, игра 1С муми-тролли, я посмотрела их, вы знаете, вся книжка пересказана в них, плюс еще есть задания, хорошие книжки, есть игра в кубики, замечательная, она сделана по примеру крокодила, то есть у нее может играть вся семья, я нашла игры с муми-троллями для всей семьи, карточные, где проводятся цитаты, а ведь это книжка цитатник, и родители могут обмениваться цитатами, и вот перед вами страничка из комикса, все можно, и причем знаете, как вкусно, например, на этой книжке показать ребенку, насколько меняется содержание само по разным источникам, по разным форматам, по разным носителям книги, и когда он попробует все спросить, а тебе как удобнее, ты почувствовал, тебе как интереснее, тебе как легче, легче это важно, я говорю не о как бы таком, знаете, попустительском стиле, выбирай только самое простое и легкое, нет, это особо умение выбирать коммуникативное умение, организационное умение, выбирать пути легкие, посильные тебе для продвижения, какой формат тебе удобнее, какой удобнее, чтобы достичь главной цели, чтобы познакомиться с этими героями, познакомиться с этим миром. Итак, и наконец Дед Маза и Зайцы, вот уже текст, с которым мало сейчас кто справляется, история простая, ее рассказать в двух предложениях можно, язык вроде бы простой, но я вижу просто живые картинки детей, которые спотыкаются о текст, о рифмах, когда дочитывают страницу, не помнят уже про что там было, то есть нарушено восприятие текста. Еще раз повторюсь, не дети плохие, устарел текст, не работает он, не воспринимается, но раз пока программа советует нам узнать, что мы можем сделать? Да, посмотреть мультфильм, я видела, как смотрят дети мультфильм, текст звучит от слова до слова, хорошо звучит, нормально, презентация точно так же здесь видна, озвучка, озвучка со слежением здесь хорошо, очень. Знаете, когда самое интересное, как и в иностранном языке этот эффект, можно учить и разбирать каждое слово, что обозначает, и познакомиться с устаревшими оборотами, с разными, да, с устаревшими словами, долго объяснять, дети это уже не любят, ладно, они въехали в реалии, да, устаревшего мира, а можно просто пустить картинкой те же события и звучащий текст, чтобы был, как в английском языке, когда из контекста ты понимаешь отдельные слова, и это лучше, поэтому я не против экранизации и мультипликации как раз устаревших текстов. Теперь о ссылочке, посмотрите, пожалуйста, я нашла как раз для 2-го и 3-го класса замечательную подборку по всем 30-ти тем источникам, по всем 25-ти источникам такую подборку, нашла ее на Яндекс.Дзене, у вас есть ссылочка эта, вы можете ее открыть, перепроверить. Там что-то есть еще и лишнее, по каким-то актерам, кто составлял, видно, что-то туда еще лишнее опубликовал, но это не страшно, самое главное, там есть все по всем текстам. Подборка мультфильмов, прямо встроенные, ссылочки и целые ролики с Ютуба и из других сервисов, все бесплатно. там есть ссылки на аудио форматы, на видео презентации по книжкам, замечательная глубокая работа произведена и на цифровые источники. То есть частично эта работа сделана по другим классам, вы знаете, до старших классов я не дошла, не увидела этого списка, но вот по начальной школе, за первый класс я тоже видела, это сделано. Посмотрите, обратитесь. и есть отдельный запрос, я попробовала поиграться в это, обычно прогуглить, экранизация, да, или аудиокниги, вам высвечиваются списки. Я знаю, на ресурсе, да, наших руководителей, да, наших, наших семинаров, тоже есть такая подборка. Хорошо, когда все объединено в одном месте, и это давно надо было сделать методистам, да, наших как раз программ, чтобы было все в одном месте, это было бы здорово. Но пока почему-то они по старинке действуют этим списочным составом. Списочные составы давным-давно устарели, давным-давно устарели. Но вот как бы мы ходим и ходим все туда за этими списочными составами. Вот. Поэтому я за разнообразие источников и за то, чтобы ты подбирал близкое себе. Я публиковала эту ссылочку, но она у вас есть в общедоступных еще ресурсах. Итак, двигаемся с вами дальше. Делаем выводы. Итак, ребенку будет интересно, если он почувствует вкус свободы. Список обязательный он уже получил. Но теперь покажите ему свободу. Покажите в формате книги, да, что у него есть свобода читать текстовые книжки. Ты можешь ты можешь или аудиокнигу послушать, видеокнигу, экранизацию, игру. Но о том, как заинтересовать ребенка и сказать, но зная, что в экранизации книги не все главы экранизированы, что-то там напутал, например, в фильме или в мультфильме автор, сравнить с текстом. Это отдельная игровая задача, от этого ребенка будет еще интереснее. Но только не надо делать это по всем книжкам. Выберите наиболее яркие примеры. Для ребенка важен прецедент. Показать на одной двух книжках, что экранизация это не всегда полный текст. Не надо делать по всем остальным. А вы просто, вы же знакомы сами с этими всеми носителями, поэтому вы найдете два ярких примера. Дальше, доступность пониманию. Ты, конкретный ребенок, Петя Иванов, Василина там какая-нибудь, тебе легче, удобнее. Узнай себя, познай себя. Как воспринимать текст? Через слушание, чтение, смотрение, говорение. Как? Далее, какие мы умения предметные и ментопредметные можем дать через задание? Я перечислила вам возможные, да, сравнить какие-то носители, что-то запомнить, пересказать, провести самонаблюдение, проявить находчивость и творчество. Например, попросить у самих детей для нескольких книжек подобрать аудиокниги или мультфильмы или те же самые найти презентации. Если безопасен интернет, ребенок, да, поставленная безопасная программа, ребенок сможет сам это сделать. Более того, он и вам еще поможет. Ну и, наконец, мотивация. Покажите ребенку, что читать это не задача учебная. Каждое утро я против этого как психолог, и я потом с этими детьми, с их невротическими реакциями работаю. Каждое утро ты в 9 часов садишься, читаешь очередную книжку или очередные 20 страниц. коллеги, летние каникулы это другой мир, другое пространство. И если ребенок продолжает жить по режиму учебного времени, у него не происходит активного отдыха. Не меняются условия, не меняется жизнь. Ребенок не отдохнет. Измените это. Не надо читать по утрам. Если сам хочет, конечно, но связать для ребенка вот эти две реальности, летний каникулы, учебный процесс, и мы живем точно так же, просто учителя рядом, нет, неправильно. покажите для ребенка, что книжка это не учебное задание, да, или подскажите родителям показать, а это его время на отдых, на уединение. Ну, например, во время дождя хорошо читать, или устроить себе, я не знаю, там на даче или за городом, или во дворе какой-нибудь хижину, где ты будешь читать. Ну, здесь разнообразные, да, фантазия безмерна. Еще такой момент про творчество, чтобы что-то нарисовать, создать, снять, сфотографировать, пообщаться с кем-то. Сейчас ведь можно в чатах общаться с писателями, только с живыми, да, сейчас можно общаться в читательских сообществах. Подберите, пожалуйста, какие есть читательские эти сообщества. Нам осталось где-то минут 8, вот, кто сможет еще задержаться со мной, задержитесь, пожалуйста, я вам покажу один из примеров творчества. И вы видите на экране у меня зачеркнуто сейчас соревнования. Вот, знаете, соревновательная мотивация, она самая гнилая, самая неправильная. Поэтому, с точки зрения именно здоровья психического. Поэтому тот, кто устраивает и мотивирует детей на достижение соревнования, кто больше прочтет или самую толстую книжку, или больше всего по количеству, или быстрее всех онлайн-дневники, я видела сейчас популярное очень для чтения, то есть, где дети в едином кабинете, научи, рули, на других, на зумовских, да, ресурсах, они отчитываются, вовремя вбрасывают. Это бесполезный, противоречащий природе, как бы, ребенка, инструмент, соревновательность в этом смысле, он будет глотать тексты и подменится цели, соревновательная цель на достижение, на результат, на количество, уйдет, как бы, приоритеты, уйдет качество. Это как чтение на скорость, тоже одна из больных тем современной школы, когда мы гоним норму для чтения, для стандарта, аспект понимания, запоминание, пересказа при этом страдает. Это традиция соревновательная, она у нас давняя, она у нас закостенелая, и многие ее до сих пор продолжают. Так вот, для меня в чтении соревновательность это очень сомнительный и нехороший инструмент. Так вот, про творчество, да, как можно мотивировать творчеством. Вот в нашем проекте мы к любой книжке, мы, еще раз повторюсь, читаем современную литературу, мы подходим с разных сторон. И у нас для чтения есть экспертиза, дети выступают членами большого детского жюри, они у нас решают судьбу книги, они оценивают ее, и мы все потом как бы их мнение и оценки передаем издательству, писателю, и плюс они ее творчески переосмысляют. То есть есть книга, а есть еще у нас переосмысление книги, да, ее творческое пересмысление. И вы видите, вот какие мы для детей предлагаем творческие деятельности. Это иллюстрирование, но не общее, нарисуй, что хочешь, по книжке. У нас дети добавляют к книге иллюстрацию, которой не хватают, или исправляют иллюстрацию книжную. У нас есть книжный видеоблог, где дети презентуют книжку для других, и причем делают это в блогерских стилях. Мы обычно показываем и знакомим с лучшим книжным блогером, я считаю, нашей России, Димой Гасиной, Дмитрий Гасин, книжный, у него есть блог. Потрясающий рассказчик. Через его руки, через его блог проходит вся современная литература, все книжки, которые пишутся в настоящий момент, и он так увлекательно рассказывает, лаконично, точно, ярко, что я видела, его слушают и взрослые дети. Вот, и у нас есть текстовые жанры, короткие, лаконичные, по требованию в ГОС, это слово на обложку, например, у нас есть литературная критика, это сочинение, у нас есть голос книги, ожившие картинки. Так вот, сейчас я хочу вам показать и в оставшиеся мне 4 минуты показать, какой есть готовый инструмент. Кто еще со мной, посмотрите, пожалуйста, вы видите страничку книжки и рядом ожившую картинку, это сделал ребенок, который читал эту книжку, как раз подростковая книжка. Для того, чтобы сделать эту ожившую картинку, ребенок книжку прочел. И я думаю, что многие стали бы читать книжки из программы до летнего чтения, чтобы оживить картинки. Для этого у нас, например, есть отдельный фестиваль оживших картинок, есть инстаграм, и там уже опубликованы некоторые работы, вот, вы можете посмотреть, у нас там есть алгоритм работы, как это делать, это нужно, ребенку понимать, какие умения он получит во время оживления картинки, вот это здорово, то есть он не только прочтет, да, книжку, но еще отработает умения, они актерские, они режиссерские, они дизайнерские, они элементарные компьютерные умения, вот, у нас это все расписано, мы рады поделиться этим, и вот как бы в итоге у нас это все публикуется на широком формате, вот, и я вам сейчас быстренько покажу, как это сейчас выглядит наш инстаграм, приглашаем поучаствовать, тоже вас вот работы опубликованы, мы только недавно стартовали, поэтому есть возможность успеть, и у нас можно стать частью сообщества, посмотрите, пожалуйста, какие выдающиеся работы, ну, в принципе, сейчас на карантине вот это инсценирование, да, оно было популярно, инсценировали очень многие, прям, мировое явление было, картины, а вот детские книги никто не инсценировал, и мы предлагаем поинсценировать как раз иллюстрации детских книг любимых. Осталась парочка слайдов у нас до завершения, итак, ожившие картинки, вы еще успеете попросить у детей предложить им такую игру в оживление картинок, выбрать из списка для чтения те книжки, в которых они картинки захотят оживить, это может быть одна картинка в каждой книжке, две картинки в каждой книжке, если книжка маленькая, вообще целиком можно оживить книжку, представляете, какой ролик потом получится, итак, что я еще рекомендую, да, как специалист по современной детской литературе, вы вправе добавить вкуснятины в список летнего чтения, добавьте что-нибудь из списка литературы 21 века, покажите детям, что школа это не застарелый механизм, что вы следите за модой чтения, добавьте туда книг из литературы 21 века, те книги, которые можно почитать семьей, хочется почитать семьей, потому что, ну, извините, но некоторые наши классики были, не любили их еще наши бабушки, не любили мамы и папы, и дети их также не любят, а современную литературу многие любят, и взрослые, и дети, из литературы для старшеклассников, Живолевский Пастернак, ведущий фигур литературного процесса, но обожают их читать, чтобы добавьте такие книжки, которые любят читать всей семьей, добавьте книги на современном языке, чтобы были современные реалии, сотовые телефоны, социальные сети, приключения на другие планеты, Бентли и так далее, если книга близка ребенку, он будет ее читать, вот, и сейчас есть многие литературы, многие книжки современные, которые про то же, про дружбу, про правду, про смелость, про заботу, про труд, про любовь, но без идеологии, это очень важно, потому что идеологические тексты, вы сами знаете, не переносят родителей сейчас, а соответственно для детей гораздо сложнее тогда приступать к чтению книг. Где это посмотреть? Я предлагаю посмотреть это у нас на сайте, например, мы не единственные, но у нас есть такие подборки. Итак, сайт книга года выбирают дети, у вас ссылочка есть, но можно еще как бы, вот я вам покажу оттуда слайды. У нас на закладке книги есть списки с 2011 года всех книжек современных для детей, которые есть на рынке, каждый год мы публикуем их, более того, так как у нас все книжки участвуют, их читают дети, читает их детское жюри, у нас есть книжки победители, это книжки, которые дети сказали о них, они самые интересные, самые привлекательные, самые красивые или самые мудрые, вот, среди этой литературы как раз есть и художественные, и познавательные книжки, книжки, и комиксы, мы работаем со всеми жанрами, возьмите оттуда какие-то книжки, у нас они классифицированы по возрасту читателя, то есть вы сможете сориентироваться в этом, если вам потребуется методическая помощь, вверху есть у нас контактный ящик, телефоны, мы вам поможем. У нас обычно книги нам передают для детей все крупные и мелкие книгоиздательства России, но практически ежегодно нам книжки показываются и передают где-то 50 книгоиздательств, вот они все перед вами, поэтому пожалуйста показываю вам один из последних слайдов про то, что в нашем проекте главный принцип пусть побеждает детская правда, детский интерес, детские желания, детская назову бытовым словом сердечность, что ребенку нравится читать, что его питает, что ему нравится кушать. и если мы вспомним с вами первый слайд, знаете, нас иногда спрашивают про пищу духовную, что если мы будем давать современную литературу только, и будем давать свободу выбора для ребенка, ой, ну, наверное, дети выберут только самое сладкое, потому что если детям не давать кушать, например, полезные продукты, они будут есть только чипсы и шоколад. Вот, знаете, наш опыт показывает обратное. Мы даем детям есть литература явно попсовая, есть литература явно слабая. Ребенок должен научиться сам выбирать книжки, но у нас есть еще и свобода, если книжка тебе не нравится, ты можешь ее не дочитывать. И знаете, что мы увидели, так как дети еще оценивают, и потом, да, мы составляем из их мнения рейтинг литературы. Мы что увидели? Вот как раз шоколадные сладенькие какие-нибудь книжечки, простецкие, у детей не лидируют, у детей лидируют книжки, те, которые и взрослые понравились. А иногда даже мы удивляемся, вот мы предварительно, например, смотрим книжки, смотрим и между собой говорим, честно говоря, в усы так, знаете, говорим, сетуем, ой, какая сильная книжка, но она явно детям не по зубам, не поймут они ее. И когда ты видишь, что она у детей лидирует, что она частотная, как самая хорошая книжка, это очень радует. Чем больше мы будем давать свободу ребенку слышать себя, чувствовать себя, тем его различительные способности станут лучше, и он будет чувствителен к качеству, и он будет ставить под сомнение авторитеты. И даже если это выдающиеся литературные критики и методисты. Хорошо быть, идти в ногу со своим временем. И в этом отношении мы вот как бы за чутье ребенка, за развитие чутья ребенка. Вы сейчас видите перед собой списки как раз книг победителей, у нас так они оформлены, на каждый возраст и на каждый жанр, то есть вы можете взять оттуда несколько книг. Эти книги сейчас доступны еще и в продаже, и многие оцифрованы, да практически все. Вот. И последние у нас два слайда. Я бы хотела, наверное, вот как бы вместе с вами радоваться такому ценностному результату летнего чтения. Когда ребенок остается наедине с книгой, неважно, какая она, бумажная или электронная, важно, чтобы в конце чтения он сказал, я летом читал и я понял, я хочу читать и я понимаю сам, зачем я это читаю, когда и что я читаю. Я различаю устаревшие для меня книжки неинтересные и книжки из прошлого, но интересные. Я могу различать качественные и слабые для себя книжки. я умею выбрать на момент своего состояния и развития какие книжки для меня хорошие, полезные, которые мне помогают и которые мне не помогают, которые мне мешают. Например, те, которые меня в грузь вгоняют или вгоняют в смятение, в страдание, а мне этого не нужно сейчас. Я получаю удовольствие для чтения, потому что все с детства знают, что книга это лучший друг человека. Кто такой друг? Это другой я. Это тот, с кем тебе хорошо. И порадоваться и поплакать с тем, с кем тебе хорошо. Если книга чужая для тебя, не надо кушать, как мы с вами выяснили в начале разговора, несвежую для себя еду, несвежую пищу. На мой взгляд, если вы увидели, что книга плохая, неинтересная, мучает ребенка, не добавляйте ему страдания, не заставляйте его читать до конца, попробуйте переключиться либо на любой формат и носитель книжки, мы показали это с вами, рассмотрели с аудиокнигами, либо через творчество. Если так не пойдет, значит это не его книга, значит это не его путь. Вот, поэтому спасибо вам большое, наше общение было прежде всего за свободу, за право ребенка выбирать, мы 24 минуты с вами переговорили Лешку, я увидела ваши вопросы, текущие на некоторые, я ответила вам, вот, надеюсь, я была вам немного полезной, ресурсы, ссылочки будут в презентации, они останутся, я могу вам ее передать, и вы скачаете это, ну, конечно же, вы справитесь с школьной, летней литературой, все с ними справляются, вот, и я хочу вам просто пожелать свободы, доверия себе, доверия ребенку и любви, кормить душу только тем, что ему, ей полезно, свое мировоззрение, свое миропонимание, мироощущение, и если текст тебе враждебен, надо уметь иметь свободу и честность сказать, я пропущу этот текст, он мне не полезен, и вот это умение, оно закладывается с детства, и мне кажется, взрослые могут набраться храбрости и своей внутренней свободы, и тоже дозволить это сделать детям, а с позиции современной литературы, мы рады будем вам помочь, вы можете включиться в наш проект, книга года выбирают дети, и пройти с нами этот увлекательный путь, вы можете присоединиться к фестивалю ожившие картинки, и сделать их по программе летнего чтения запросто, это бесплатно, вот, вы можете присоединиться, там ссылочки все есть, вот, поэтому желаю вам лето, желаю вам отдыха, вот, и если книжка станет частью вашего отдыха, частью вашего уединения и самопознания, это только здорово, спасибо вам за внимание, я готова отключиться, и спасибо вам за ваше время. Давайте поблагодарим, давайте поблагодарим Елену Леонидовну за замечательный вебинар, и я хотел бы также поблагодарить всех вас за активное участие, еще раз хотел бы разместить информацию о сертификатах, которые я уже размещал, были вопросы по поводу того, можно ли скачать презентацию, да, можно скачать презентацию в окошке ресурса, окошко ресурса включается при помощи кнопки, похожей на серую папку в сером, в правом верхнем углу, так, не понял реплику, что значит не работает сертификат, сертификат, это документ, он не может работать, что вы имеете в виду, ссылка не работает, давайте я прямо сейчас вам найду, одну минуточку, чтобы показать, что оно работает, так, вот он, вот он вас нашел, и вот он, вот она ваша, ваша, ваша личная ссылка, это я сейчас отвечаю Ирине Александровне, вот она, ваша личная ссылка для оплаты, да, либо, либо мейл, либо свою фамилию, имя, отчество, можно даже не полностью, ну что ж, коллеги, еще раз всем большое спасибо, он не придет, вы его снова, снова находите таким же образом, и красная кнопочка, которая была, на ней написано было оплатить, теперь на ней будет написано скачать, презентация в формате PowerPoint, ну, я не знаю, как решила Елена Леонидовна, мы обычно распространяем презентации в формате PDF, в формате PowerPoint, ну, это не очень здорово распространять, на мой взгляд, да, в любой момент можно приобрести сертификат, хоть завтра, хоть через месяц, если вы посетили данное мероприятие, эта возможность будет у вас навсегда, ну, что ж, теперь до новых встреч, до свидания, у нас еще остаток недели весь в этом сезоне будут каждый день вебинары наши, приходите на вебинары директор от сезоня, до новых встреч, пока давайте